Я читаю новости в интернете, что россияне что-то захотели, сделали куда-то, поехали, что-то планировали. С большей вероятностью это будут именно наши данные. Но учитывая, что к данным социологических опросов, которыми приходится пользоваться всего разных причин, например, когда вы пишете заявки на какие-то гранты, вы обосновываете данными социологических опросов актуальности, следователей, пишете курсовые, рефераты, пишете какие-то журналистские расследования, прочие вещи. Но часто возникают две проблемы. Во-первых, непонимание, как работать с опросами и допуск таких очень жестких ошибок, которые приводят к неверной интерпретации, пониманию этих результатов. В другой стране это в последнее время такое тотальное недоверие к опросам, нежелание вообще с одной стороны их использовать, понимать и прочее и так далее и тому подобное. Я сейчас расскажу про основные ошибки. Если вы в следующий раз хотите использовать данные Левада-центра или любой другой компании, или вдруг захотите сделать какой-то хороший опрос на базе, не знаю, своей организации или на кого, будете знать основные ошибки, которые не надо допускать, если вы хотите, чтобы в данном случае ваша социология была такой грамотной и понятной и приводила действительно к каким-то результатам. Но самая первая распространенная ошибка, это все, наверное, знают мем про 86%, который очень долго ходит в интернете, до сих пор там не остается, когда в какой-то момент одобрение нашего президента достигло, соответственно, показателя 86%, после чего люди говорят, такого не может быть, это все неправда. И, в общем-то, концентрация произошла на этой цифре, когда все остальные данные перестали приниматься в расчет, что на самом деле является очень большой ошибкой. Потому что, несмотря на то, что действительно мы можем говорить, что в данном случае уровень одобрения власти был высок, это был 2014 год, это был после Крыма, в июне мы получили эти 86%. Тем не менее, интерпретация этих данных в духе, ну, уровень такого не может быть. Почему они говорят, что все хорошо, все плохо там? Я вижу, ну, то есть, понятна реакция людей, которые видят в повседневной жизни реальные проблемы, и на этом фоне одобрения кого-то с таким высоким показателем вызывают оторжение. Но при этом люди забывают смотреть на динамику общественного мнения, что очень важно. Они забывают смотреть на контексты опросов и других результатов, соответственно, делают такие ошибки. Но если мы, в общем-то, в этот же период обратимся к другим цифрам, то увидим, что какие проблемы больше всего волнуют население. Бедность, очевидно, да? Бедность, низкие доходы, ну, пенсионеров пенсии низкие, там студентов низкие стипендии и прочие вещи, они все сохранились, они не изменились. То есть мы видим, что действительно в какие-то периоды вот это недоверие, оно несколько, ну, необоснованно, потому что вот все вырывают одну цифру, придумывают мэм, и все это в некоторой степени как бы дискредитирует все другие опросы, что они есть верно. И цель, в принципе, многих компаний, ну, которые действительно занимаются не просто фабрика опросов, которые что-то там напрашивали, выложили, и об этом не думают. И их цель в том, чтобы все эти опросы в полной мере доносились, были интересны публике все сразу, как бы, да, не только какие-то отдельные цифры, которые кому-то выгодны. Вторая ошибка – это когда берутся какие-то данные. Это очень любит делать ошибку журналистов. Если среди вас есть журналисты, я не хочу никого обидеть, потому что это ошибку делают даже журналисты «Ведомости, известия» и прочих самых крутых изданий, типа РВК, когда они очень любят использовать... Они не понимают такое понятие, как статистическая погрешность. То есть вот это тоже, как бы, запомните раз и навсегда, когда вы видите какие-то изменения между различными опросами. То есть, например, в 2012 году что-то там одобряли 80%. Через год это стало одобрять 82%. И некоторые журналисты очень любят написать, что за прошедший год выросла доля россиян, того-то там одобряющего, или что-то там, не знаю, в которых позитивное отношение к чему-то. На самом деле этих изменений нет. Потому что вот если мы берем какие-то массовые опросы, то там эта погрешность составляет 3-4%. Если вы видите как бы в одну сторону плюс-минус 4%, то есть этих изменений нет. Если вы видите такую новость, ну вы просто ее пропускайте как фонд, потому что это неправда. у вас заведомо, там, не знаю, журналисты или прочие заинтересованные люди, будет заблуждением. В таком случае, если вы действительно хотите проверить, а что же произошло за этот период, я советую обращаться к данным, ну к первоисточнику, тех, кто, соответственно, откуда эти цифры, увидев таблицы, вы сами все поймете и не будете допускать этих ошибок. Вторая самая распространенная такая претензия заключается в том, ну кого ли этот Левадо-центр, или там другой какой-то центр опрашивают, меня в жизни не опрашивали, и моих друзей не опрашивали. И почему вообще 1600 человек, нас там 147 миллионов, они там 1600 человек опросили, делают какие-то выводы на всю страну. И на самом деле, это самые главные претензии, на приход очень много писем подобного содержания, иногда с матом. Какая прелесть. Ну да, да. Такое бывает. И отвечаю. Вся суть в данном случае заключается в методологии. Во-первых, что касается количества человек, тоже запомните. Если вы видите цифру, там 1600, 1500, ну и там выше, то есть это экспериментально установленный уже много лет назад, еще первыми математиками, социологами порог, после которого смысла опрашивать большее количество людей уже нет, потому что ответы будут повторяться. Ну, если объяснить попроще, то, например, если вы знаете, что вам идет красный цвет, то вам не нужно мерить 30, платьев красного цвета одинаково, потому что вы и так знаете, что он идет, вам достаточно померить одно, и видеть, что именно этот оттенок вам подходит. В данном случае мы это можем как бы экстраполировать на выборку исследований. Соответственно, претензия заключающая, и непонимание опроса, заключающаяся в том, что опросили слишком мало, но она несостоятельна. потому что по математическим законам это для, опять же, общенациональных, то есть не для специальных, всегда есть специальные исследования, которые касаются какой-то одной темы. Это другой разговор. Я говорю сейчас об общенациональных опросах, про которые, как правило, с результатами которых все знакомы. Это как бы достаточное количество человек, для того, чтобы понимать наших уважаемых россиян, которых мы очень сильно любим. Что касается, что меня и моих знакомых никто никогда не опрашивает, вы все врете. На это тоже очень легко ответить, потому что, ну, даже давайте на примере, естественно, нас, Левадо-центра, то есть в год мы опрашиваем порядка 150 тысяч человек в год. И даже если мы возьмем период в 10 лет, то мы получим там полтора миллиона человек, которых мы опросили за этот период. Население России, как уже говорилось, 147 миллионов. Из них порядка 115-116 миллионов это совершеннолетнее население. Россия в возрасте 18 лет, который является основным объектом опроса. И, соответственно, за 10 лет мы опросили только одну сотую нашего потенциального объекта выборки, который, в общем-то, мог попасть в эти опросы. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что вы не попадаете в опросы, или ваши друзья не попадают. Но когда-нибудь вы можете попасть. То есть главное даже не то, что вы попадаете или не попадаете, а то, что всегда есть вероятность, что вы можете попасть. Это самое главное. И это отличает как бы репрезентативный опрос от всех остальных опросов, которыми таковыми не являются. Например, опросы, не знаю, там на сайтах Эхо Москвы, каких-нибудь порталов, когда очень часто любят, например, нам тоже позвонить и сказать, вот у вас были такие-то такие данные, а на сайте Эхо Москвы были другие данные. Почему это у них так, а у вас так? Ну и, соответственно, приходится объяснять, что общенациональная репрезентативная выборка, которая как бы отражает в миниатюре мнение всего населения страны, она, естественно, отличается от мнения слушателей, читателей, там, портала Эхо Москвы. Поэтому сравнивать их некорректно. Далее, как я уже говорила, при работе с опросами очень важно обращать внимание на динамику общественного мнения, я это подчеркну принципиально, потому что, к сожалению, мы живем в современном мире, когда гуманитарные знания, гуманитарные науки в том числе часто подвергаются критике, своего рода прессингу, когда какие-то результаты дискредитируются, там говорят о том, что они там специально это спросили, вот они знали и прочее, и так далее, и там подобное. Но когда идет речь о каком-то динамическом исследовании, которое там повторяется, например, каждый год несколько раз, или раз в год, тогда уже этих, как бы, обвинений очень легко избежать, потому что это такой, как мы называем, базовый индикатор, который повторяется очень много лет. Например, в данном случае мы говорим о доверии социальным институтам. То есть Левадо-Центр задает этот вопрос там с Лохматого 90-го года каждый год. То есть он не привязан ни к каким событиям, ни к каким происшествиям. То есть мы планомерно, специально каждый раз под нами методологи его повторяем. Если мы видим какие-то изменения, то в данном случае они определяются уже, как бы, теми процессами, которые происходят в обществе, и обвинить там неправильности, там, не знаю, в антирусскости, в прозападности, в чем угодно, в данном случае уже нельзя, потому что мы имеем динамику. Динамика самая важная. Еще раз подчеркну, что когда вы видите какую-то одну цифру в вопросах, пожалуйста, никогда не циклитесь на ней, посмотрите что-то еще, потому что сама по себе цифра отдельная. Там, например, результаты мая 2018 года, они сами по себе не говорят ничего. Они абсолютно не интересны. Вот это отдельно, что я подчеркнула. Далее, что касается методологии исследования, всегда обращайте внимание на, не только на результаты, но, естественно, как был сформулирован вопрос, потому что существуют безумные вопросы, которые изначально вообще не нужно использовать и рассматривать их как результат общественного мнения, тем более привлекать их как-то в свою работу, потому что, ну, не будем далеко уходить, например, вопрос из серии «Хотите ли вы, чтобы в парке Порошино были вырублены сосны или ели?» Вас спрашивают. Вы должны что-то ответить. Но при этом вариант, как бы, я не хочу, чтобы здесь что-то вырубали, я хочу, чтобы все осталось, как было, вас не спрашивают. То есть если, не знаю, вы видите такой вопрос или вам предлагают в нем участвовать, вы сразу понимаете, что это формирующий вопрос, который толкает вас к определенному мнению, через результаты потом будут с какой-то, скорее всего, корыстной целью использованы. Поэтому, пожалуйста, отказывайтесь, не используйте и отказывайтесь от участия и никогда их не используйте, потому что это очень плохо. Но то же самое касается не только формулировки вопросов, но и шкал ответов, потому что с точки зрения методологии и социологии они имеют очень большое различие. Вот недавно мы проводили эксперимент, мы спрашивали, ну, такой базовый как бы вопрос на толерантность, чувствуете ли его враждебность к людям других национальностей. И было, как бы, две экспериментальные анкеты. В первой анкете мы предлагали шкалу да, чувствую, нет, не чувствую, то есть двухпозиционный, а второй определенно чувствую, скорее чувствую, скорее не чувствую, ну, совершенно не чувствую, и четырехпозиционный. Если их сравнивать, то мы получим абсолютно противоположные данные. То есть при первой такой двухпозиционной шкале мы получим самую, что больше у нас в обществе толерантных людей, во втором случае мы получим, что у нас в обществе больше условных ксенофобов. То есть, опять же, когда вы смотрите на результат какого-то опроса, хотите его использовать, имейте в виду шкалу, вот эту смотрите, на нее тоже. Но в некотором случае претензии к шкале снимают объяснение, потому что, ну, по идее, добросовестные социологи, следователи, постеры, и так иначе люди, занимающиеся данными общественного мнения, они всегда прописывают эти изменения, какие-то нюансы. Но бывают те, кто этого не делает. И это, честно говоря, иногда даже нас раздражает, потому что эти ошибки допускают и социологи. Так, у меня есть еще там? Да, еще пять минут. Так. Да. И еще такое важное очень уточнение, касающееся результатов общественного мнения. Не стоит воспринимать цифры как панацею или как какую-то установку, которая непременно будет переходить в действие. Это не так. Потому что, если тут сидят гуманитарии, они, наверное, здесь тоже сидят, вы знаете про такую штуку, как парадокс Лапьера, которая была там более 50 лет назад. Этот эксперимент проводили, то есть ученые, социальный психолог, путешествовал с китайской парой и заселялся, значит, по всей стране, по Америке в разные отели. То есть там в 99 случаях их заселяли без проблем. А стоит напомнить, что это, в общем-то, была эпоха достаточно сильных расовых предрассудков в Америке. После этого, когда они уже вернулись из этого турнира, где их постоянно заселяли, он в эти же отели разослал письма с просьбой опять прилетить, соответственно, китайскую пару в этих же отелях, но, естественно, по другими именами. Выяснилось, что 90 отказов. Хотя эти же отели там год назад их спокойно принимали. То есть вот этот разрыв между установкой и реальным поведением, он на самом деле до сих пор представляет большую дискуссионность и спор. И не факт, что те люди, которые нам что-то говорят в сопросах, потом идут это делать. Ну, например, это касается данных о протестах. Потому что в какие-то периоды, там даже в 2013 году, доля тех, кто готов выходил, был готов выходить с протестами на тему политики, недовольства властью, она там достигала четверти. Но если как бы мы путем элементарных каких-то математических процедур умножим это на население до России, то получим какую-то невероятную цифру, которая, естественно, в протестах не участвовала. То есть всегда вот этот задел между установкой и реальным поведением всегда тоже имейте в виду, когда вы обратитесь к результатам соцопросов из головки серии, там каждый четвертый россиянин готов протестовать, что-то такое. Но это иногда выглядит как бред, потому что, опять же, никто не доказал вплоть до настоящего времени, что какая-либо декларированная установка обязательно притекает в действие. Это не так. По этому поводу спорю до сих пор и буду спорить еще очень много лет. Ну, про основную ошибку я вспомнила. Если у вас есть вопросы, я, наверное, отвечу. Да, поднимайте, пожалуйста, руку, и я вам буду давать микрофон, чтобы вы могли задать. Вот к этому приведенному примеру. То есть они, правильно ли я понимаю, что они заселяли людей, которые физически присутствовали, которым было стыдно отказать, а не видя этих людей, отказать письменно им было не стыдно. Да, да, именно так. И вот здесь, вот то есть они, когда путешествовали по Америке лично, то есть вот был этот, и следователь, и была китайская... То есть это неудобно сказать... Да то, что выставить, там даже преднабережения не было, то есть все отличие, они заселили, как от других жителей Америки. Но когда там через год после их турне он начал рассылать письма, естественно, по другим там именами, то что же китайская пара? 90% был отказов. То есть абсолютно другая ситуация. Ну там этот парадокс, скорее всего, за другие вещи, но это не важно. Но тем не менее, вот это по очень многим данным определяется, особенно данные, которые так называемые чувствительные темы, то есть различного, которые касаются различного рода, там тема секса, тема, не знаю, измен, тема наркотиков, это всегда очень сложно изучать, и в рамках каких-то количественных методов, таких вот массовых, общенациональных, их практически невозможно изучать, потому что мы заведомо будем получать социально одобряемый ответ. И это, соответственно, нужно иметь в виду. Потому что, опять же, когда мы обращаемся к общественному мнению, общественное мнение, как правило, ссоцируется с данными таких опросов, ведь существуют и другие методы, там, качественные, различные наблюдения, прочие вещи. И опять же, если вы когда-то захотите делать какое-то исследование для своей компании, там, организации, еще что-то, вам нужно четко понимать, что вы хотите получить. Потому что опросы можно провести, как бы всегда, в любой ситуации, иногда к нам даже обращаются, там, проведите количественный опрос, ставьте наши опросы в умный бус. А начинаешь с ним говорить, и понимаешь, что человеку в количестве опроса ничего не даст. Хотя он прям вот уверен, иногда люди все равно наставят на проведите. Ну, вот человек хочет, что он хочет, он и получит. Одно дело, хотеть и получать, а другое дело, будь уверен, что это действительно хотя бы там на миллиметр приблизился, да, какой-то к истине в понимании общества. Ну и плюс любой опрос, естественно, это продукт демократии, продукт гражданского общества. То есть откуда вообще, да, пошли все эти вопросы, это тоже нужно понимать. Потому что они должны как бы регулировать и контролировать власть и элиту наравне с избирательной системой, наравне с выборами. Поэтому вопросы там в каких-то совсем уж тоталитарных обществах, они, ну, по сути, невозможны. И в этом и главные функции, хотя бы за это их не стоит ругать. Ну или хотя бы не так сильно. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Давайте. Есть. Я перебил модератора, да, прости, Даша. Вот, Павел меня зовут. Вопрос такой. Все больше такое мнение становится популярным, что люди отказываются от Респондентов, да. Да, экспондентов больше. Да, я много. И что, да. Вот как вы изменяете как вы изменяете корреляцию, да. Смотрите. Мне кажется, вы угадали вопрос, а все не поняли, не все поняли, что я хочу спросить. Есть мнение, ну я просто не расскажу, не вам, да. Есть мнение, что на все опросы отвечают люди, которые не являются всеми представителями общества, а то, условно говоря, люди, у которых много времени, потому что они пенсионерки, пенсионерки, они с радостью поговорят, мы это узнаем, какие-то общительные люди там поговорят, либо сумасшедшие с радостью разговаривают, а занятые, там, деловые, продвинутые люди вообще, они не отвечают сейчас социологам, потому что они заняты, или они сейчас не приняты по телефону говорить, только в чатах общаться, там, и т.д. и т.п., в общем, вот как вы с этим подскажением работаете? Во-первых, что касается сумасшедших, точно нет, потому что, естественно, в выбор таких опросов не включаются люди, которые живут в труднодоступных населенных пунктах Крайнего Севера, люди, которые проходят, служат в армии, люди, которые находятся в заключении под стражей, люди, которые находятся в психбольницах, они, ну, сразу не попадают, то есть совсем сумасшедших там точно нет. Что касается, опрашиваю таких пенсионеров, которые сидят дома, специально для этого мы захватываем, у нас опрос проходит пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, то есть мы захватываем будние дни вечера, когда приходит интервьюер, и мы захватим, соответственно, выходные дни, то есть чтобы все категории, в том числе работающие, попадали, именно для этого выбираются именно эти дни, а не какие-либо другие. Это два. И в-третьих, что касается отказа, от ответов, это действительно самая серьезная проблема, которая существует у современных постеров, это называется так называемый Респонс Рейн, который, не секрет, уже много-много лет падает, потому что люди не хотят участвовать в вопросах, их, честно говоря, уже задолбали, потому что каждый день нам названивают и предлагают что-то, не знаю, оценить, рассказать и прочее. Но это проблема общемировая, это не проблема России, потому что если мы посмотрим на межстрановые сравнения, а Левада Центр является участником многих международных исследовательских программ, в том числе The ISP. Это такая международная социальная программа, которая идет в 96-го года, и в ней принимает участие более 30 преимущественных европейских стран. Тот уровень Респонс Рейн по всех этих странах будет примерно одинаков. Причем не важно, это будет опрос фейс-то-фейс, в смысле методом личного интернета, когда женщина приходит с бумажкой и отмечает, либо это будет телефонный опрос. То есть эта проблема существует, но это проблема для всех от другого альтернативного метода, который полностью бы отвечал запросам по изучению общества, не существует. Есть интернет-опросы, но интернет-опросы имеют свои смещения, имеют свои проблемы. То есть куда бы мы ни обратились, мы везде будем натыкаться, что тотальная методика несовершенна. И поэтому даже там, не знаю, титаны типа Гэллопа и прочее, они до сих пор тоже проводят все эти фейс-то-фейс методы личного интервью, хотя никому не секрет, что Америка номер один с этими опросами. В общем-то там все это зарождалось. Еще небольшая такая занимательная история, я закончу, отвечая на ваш вопрос. В эпоху зачинания Левадо-центра, который еще тогда был в ЦИОМ, это был 88-89 год, люди очень хотели отвечать на вопросы, на вопросы, на опросы. И одним из первых стал опрос в литературной газете, это был февраль 89-го года, когда на последней странице прилагалась анкетка для заполнения по самым разным темам. Беспоненты должны были заполнить, положить в конвертик и отправить в Москву. И вы догадаетесь, сколько тысяч человек прислало эту анкету. Они не только прислали, это было 190 тысяч человек, прислали назад, вырезанные в конвертах анкеты. Мало того, что люди, которым не хватало этой газеты, они отрубили и переписывали эту анкетку. То есть они вкладывали туда деньги, записки, свои координаты, какие-то свои мнения. То есть в 89-м году, когда люди, да, уже несколько устали жить постоянно в запертом обществе и впервые в жизни, может быть, их так открыто и массово начали о чем-то спрашивать, стали интересоваться их судьбой и как раз проявлять вот эти демократические функции опросов. Они несколько от этого обезумели и стали отвечать просто в каких-то невероятных количествах, в таких, что весь офис и все квартиры сотрудников были завалены и тебя. Может быть, у кого-то еще появился вопрос? Я тогда... Осталось еще 5 минут, я задам последний. Карина, вы говорили про формирующие опросы, да. Скажите, может быть, вы как-то отслеживаете, например, определенный опрос вот такого плана повлиял на такую ситуацию, например, там, не знаю, в худшем... Пожалуйста, я могу с радостью провести этот пример. Есть такая... Они не всегда так делают, но они так делают тоже, к сожалению. Активный гражданин. Есть такая история в Москве, ну, наверное, многие слышали, да, платформа, где жители Москвы должны изъявлять свою волю по тем пунктам, которые им выносятся для голосования. Но очень часто она выносится по типу примера с деревьями, про которую я вам рассказывала. То есть, я хочу плиточку такую или такую положить, а я не хочу плиточку, чтобы вы не клали, понимаете? И таких, на самом деле, вопросов там достаточно много, к сожалению. То есть, людям не дают реально выбирать, что они хотят, им дают выбор вот в размере одного сантиметра, хотя на самом деле амплитуда должна быть такой. Это встречается, к сожалению, очень часто. А это вообще законно? Нет, ну, с точки зрения закона это вообще интересная история, потому что, начиная с того, как придумали статус иностранного агента, Леводоцентр имеет до сих пор статус иностранного агента, опросы как бы находятся в очень интересной правовой ситуации, потому что определение закона об иностранных агентах настолько широко, что оно позволяет отнести туда любой вообще опрос, совсем на любую тему. Ты в жизни не угадаешь, с чем он отнесли, даже если он будет самый замечательный и не формирующий вопрос. понятие политическая деятельность. Да, да, да. Широко, что любая деятельность на взаимодействии с людьми является... То есть ты в жизни не угадаешь, что туда может попасть, поэтому смысла как бы суетиться тут уже даже в принципе нет. Да. Спасибо, Карина. Да, похлопать можно. Да, спасибо. Спасибо.